Те же принципы сохраняются и при работе с оружием. Здесь нужно помнить, что работает не оружие, а человек. Принцип думать, думать и думать остается очень актуальным. Демонстрируется защита от удара ножом. В сибирском кулаке используется работа практически со всем видом оружия. Как с ножом, с автоматом, с саперной лопатой, с резиновой дубинкой. Используются подрывочные средства, веревка, палка. Демонстрируется защита палкой от удара ножом. Снизу, сверху. Палка против палки, защита нырком. С подставкой. Защита от удара в палку. С последующим сильным нанесением удара. Блок. И воздействие на сустав с выведением из равновесия. Защита от удара палка на отмашь. Блок. С последующим сильным ударом и в пах. И спиралевидимым движением. Защита от удара ножом снизу. Защита с помощью камня. Поражается бицепс. Удар выполняется резкий и точный по бицепсу руки. С последующим нанесением удара в лицо. Демонстрируется защита от удара сбоку ножом. Демонстрируется защита от удара ножом при помощи палки. Защита от удара ножом. Без оружия. Защита от ударов с использованием техники сибирского кулака. Обратите внимание на контратаку, которую выполняет ученик. Блок с последующей сильным контратакой. В случае неудавшегося движения может вывести из равновесия при помощи воздействия на сустав. Защита от удара оружием. Защита от удара прикладом сбоку. Защита от удара магазином в лицо. Здесь принцип освобождения от захвата. Защита от удара на отмашь. С последующим сильным ударом в пах. Помните, нанеся удар сильный в уязвимой области точку человеческого тела, противник сам отдаст вам оружие. Защита от удара прикладом снизу. Используется инерционность движения. Защита от удара прикладом сбоку. С последующим пропусканием и выведением взрывновесия. Защита от прямого укола штыком. С последующим обезоруживанием и задержанием.